Всем привет, друзья! Я Ира, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с тобой выполним силовую тренировку дропсетами. То есть будем сбрасывать в себя все лишнее прямо на протяжении тренировки. Вся необходимая информация о тренировке на экране. Пожалуйста, приготовь оборудование, воду. Также не забудь поставить лайк под этой тренировкой, подписаться на канал, если ты до сих пор не подписан, и погнали разминаться! Ставим ноги на ширине плеч, кисти рук идут на пояс, и мы выполняем наклоны головы вправо-влево, вперед-назад. Делаем одно круговое движение головой сначала в одну сторону, через центр мы меняем направление движения в обратную. Хорошо, мы выставляем одну ногу вперед, ныряем вот таким образом руками вдоль ноги, и уводим эти руки вверх, меняем ногу. Вот так. Носочек натянут, ножка по возможности максимально выпрямлена, натянута, как струнка, и мы к ней склоняемся через тазобедренный сустав, не через поясничку. Хорошо? Вот так. Хорошо. Делаем круговые движения руками вперед. Большая амплитуда. И эта большая амплитуда постепенно-постепенно уменьшается, круги становятся все меньше. И остановились здесь, делаем быстро-быстро-быстро-быстро-быстро плечами, такие махи, руками в стороны. Остановились в обратную сторону из маленького в большой круг. Мы наращиваем. Хорошо. Теперь большая амплитуда в обратную сторону. Супер. Потрясли немножко руками. Далее мы делаем наклоны в сторону вместе с рукой, чтобы увеличить натяжение. Вот так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Я остаюсь на правой ноге, левую ногу я подбираю за носочек, руку я вытягиваю вперед, и вместе с этим я поднимаю противоположную ногу вперед. Мы делаем такую ласточку. Разминаем здесь ноги, переднюю часть бедра. Наклоняемся. Хорошо. Отлично. Заключительные пару повторений. Итак, как будет устроена наша сегодняшняя работа? Мы работаем по таймеру. Первый отрезок мы работаем 25 секунд. 5 секунд я добавила на то, чтобы мы успевали сбрасывать вес, и чтобы лишний раз таймер нам в ушки не звенел. Хорошо? После того, как мы отработали 25 секунд, то есть 30, мы сбрасываем одну гантелю, и дальше остаемся с одной гантелью, и следующий отрезок времени работаем уже с сброшенным весом. Это дропсет, то есть сбросить вес. Сбросить себе все лишнее, как я назвала эту тренировку, я надеюсь, суть ясна. Я запускаю таймер. Первое упражнение у нас фронтальное приседание. Мы располагаем гантель вот таким образом, подбираем, поднимаем локти наверх уверенно, лопатки сведены, постановка ног на ширине плеч, и мы начинаем выполнять это потрясающее упражнение, которое развивает силу ног, упругость ягодиц, наращивая ягодицы, особенно если вы знаете мой любимый лайфхак, что нужно делать в конечной точке вот здесь. Потрясающих 30 секунд мы работаем. Все, смотрите, сейчас мы сбрасываем одну гантелю, вторую мы берем за один блин и продолжаем работать. Вот и все. Ничего сложного абсолютно, даже если вы взяли большой вес, ничего страшного. Сейчас мы выполним первое вот такое. Сейчас мы выполним первое упражнение, будем отдыхать 15 секунд и уходить, и менять упражнение. Все, 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 заканчиваем. Следующее упражнение тяга гантель к поясу. Сбрасывать вес, мы будем здесь две гантели и будем поочередно тянуть пустую руку к поясу. Круто, да? Начинаем. Здесь мышцы кора у вас максимально напряжены. Вы тянете сначала плечо назад с лопаткой вниз, только потом сгибаются у нас локтевые суставы. Все, отложили гантели прямо вперед. Дальше мы просто подтягиваем руку к себе. После того, как сбросили вес, это упражнение вообще кажется не упражнением, а кайфом. Но сложность в нем тоже есть, что мы должны устоять с вами на трех опорных точках с максимально неподвижным корпусом. Все, заканчиваем и этот отрезок. Кому нужен глоток воды, пожалуйста. Дальше мы делаем румынскую тягу. Я беру две гантели, располагаю стопы на ширине таза, привожу лопатки не сюда, а назад и вниз и начинаю выполнять это упражнение пока с двумя гантелями. Хорошо. Вот так у меня это получается. Делаю наклоны через забедренный сустав, чтобы у меня чувствовалось растяжение в задней поверхности бедра и ягодицах. Таймер. Вбрасываем одну гантелю, остаемся с одной и продолжаем работать дальше с брошенным весом. Жалко, что не с нашим, да, с брошенным весом, а всего лишь с дополнительным, но уже приятно. Поехали. Последние несколько повторений. И мы опять с тобой меняем упражнение. Следующий у нас жим гантелей на плечи. Будем делать строго, но я сразу говорю, что я с 8 килограммами плечи никогда не делаю, поэтому в конце я буду подключать ноги, чтобы у меня это лучше получилось. Здесь я подкручиваю таз на себя и напрягаю мышцы живота, чтобы у меня вот такой прогиб в пояснице не был. Это ошибка. Делаем строго. У нас сегодня силовая тренировка. Если вам сложно, можете подсесть и вытолкнуть снаряд с помощью ног. Сбрасываем. И одна гантель. Я беру ее за два плена. И продолжаю работать. Хорошо. Молодцы. 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 Затем одна гантель. Я буду выпадать назад. Будем делать выпады поочередно. Очередно. Хорошо. Сначала идет левая ножка, левая ножка, левая ножка. Без разницы. Затем ноги меняются. Затем ноги меняются. Продолжаем. После звонка мы сбрасываем одну гантелью, вторую мы располагаем у груди. Держим гантелью за два блина. Окей? То есть по сторонам. Давайте еще. Умничка. Есть. Сбросили снаряд. Пять секунд у нас есть. Я их просто заложила в работу. И вы поняли для чего. Чтобы этот таймер не свистел нам под ухо. А то порой раздражает, клянусь. Даже мне писали девчата, выключи этот таймер. А как мы будем понимать все, что пора работать и останавливать? Правильно? Я еще раньше, когда еще было два зала назад, так скажем. Real Profit назывался зал. У меня еще не было такой классной монтажной программы. И я монтировала в самой обычной программе от айфона. И там у меня не было возможности поставить много дорожек. И у меня таймера вообще не было. Был на фоне телефон какой-то. Я только начинала. Жир вышел из чата этот потрясающий марафон. И мне девчата писали «Не слышно таймер! Не слышно таймер!» Вот, слышно. Наслаждаемся. Кому-то сейчас не нравится. Все равно, видите, нельзя всем угодить. так, делаем жим гантелей на грудь. Уже мы сбрасываем вес, пока я выговорюсь. И продолжаем жать одной гантелью. хорошо. 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 Кайфовое, да, упражнение? Полежать мы любим с вами. Умничка. Есть. Поднимаемся. Мы сейчас делаем румынскую тягу на одной ноге. То есть у нас сзади стоящая одна левая нога вначале будет находиться на кончике носа. И мы в эту ножку будем упираться крайне мало, чтобы нагрузить впереди стоящую правую ногу, а главное ягодицу этой ноги. Для этого нам нужно минимально опираться на эту ногу. Вы можете вообще ласточкой делать, но это сложнее, поэтому давайте пока так. Ласточку я даю в моем марафоне, учу, как ее правильно делать. Это, конечно, заняло определенное время. Мы стартуем в марафоне уже 11 марта. Если у тебя есть кайф, присоединяйся. Дальше марафон будет в закрытом доступе. Ссылка на него будет располагаться в описании под видео. Ты можешь в любой момент, если есть кайф, купить эти тренировки. там 12 тренировок, они выстроены по плану и очень сильно похожи на привет атлет. Назад. Поднялись. Назад. Хорошо. Я стараюсь публиковать тренировки регулярно на канале, но там сразу много и выстроены по плану, поэтому они все связаны между собой, поэтому если тебе меня не хватает здесь выход есть всегда, как говорится. Мы делаем на левую ножку все то же самое. Минимально опираемся на носочек сзади стоящей ноги. Ногу в коленном суставе много не сгибаем, даем ноге с ягодицей растянуться и сократиться. Несколько повторений. Сбрасываем вес, есть и одной гантелью продолжаем работать. Вот так. Хорошо. Голову старайтесь держать по направлению тела без вот этих изгибов, переразгибов в шейном отделе позвоночника. Пока скажу, равновесие потеряла и вместе с ним два выполненных повторения. Обидненько. Далее мы выполняем тягу гантелей на спину. Сначала двумя, затем одной рукой. двумя руками одной гантелью. Делаем наклон. Прогиб в пояснице здесь мы сохраняем. Вместе с гантелями мы корпус наверх не поднимаем. плечи лопатки лопатки локти все помнят как правильно нужно делать тяги не руками а мышцами спины. Вот так умничка. Сбрасываем одну гантелю вторую мы берем за два блина и делаем все то же самое только с весом полегче. Пресс напряжен. Прогиб в пояснице сохранен. Умничка. Хорошо. Еще. Умница. Все. Все 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 Кстати приготовили воду а никто ее не пьет надо исправиться. Мы делаем сгибание рук на бицепс сейчас. Сначала мы делаем поочередно. У меня вес большой я сделаю поочередно. Вы можете делать с двумя гантелями сразу но я боюсь не выдержу поэтому выполню в такой интерпретации если есть мужчины пожалуйста сгибайте две руки сразу у вас руки сильные поэтому не стесняемся вот так хорошо все пришло время бросить себя все лишнее и остаться с одной кайфовой гантелью хорошо отлично дальше мы выполняем сумо берем две гантели за гриф сейчас покажу вот так вот накрежно берем чтобы нам было удобно их держать я сразу возьму приготовлюсь я располагаю стопы шире плеч привожу лопатки и с ровной спиной моя задача отвести таз назад таз назад с ровной спиной не с круглой а с ровной спиной для этого я привела лопатки оставила их вместе и не даю им под действием силы тяжести гантелей отпуститься и округлить мне спину это важно так таймер звенит я оставляю одну гантелю и продолжаю работать с одной следующее упражнение у нас на трицепс это единственное упражнение где будет отличаться первое от второго просто моя цель на этой тренировке задействовать все мышечные группы крупные на твоем теле поэтому здесь немножко переобуемся с вами смотрите первое движение тоже будет поочередно разгибание рук на трицепс вот так если есть мужчины еще раз повторюсь выполняем вот таким образом разгибаем гантелю от прямого угла не вот так вот раскачивая ее потому что будут не мышцы ваши ее разгибать а инерция так мы с вами никогда не потянем ручки хорошо теперь мы сбрасываем одну гантелю и делаем французский жим кайф дальше хорошо есть отлично отдыхаем теперь отдыхаем до восстановления дыхания сделаем с вами второй круг все то же самое мы выполняем еще раз пьем водичку если вы почувствовали что вес для вас маленький потому что мы его на протяжении тренировки сбрасываем и вы уже знакомы со всеми упражнениями вы можете сейчас во время перерыва поменять вес это абсолютно нормально даже на чуть уставшее тело ваш организм справится с этой нагрузкой второй подход из трех самый легкий первое как будто тело разминается на втором подходе человек отдается с максимальной отдачей а на третьем уже сказывается усталость у нас третьего не будет будет только два кстати если вам понравилась эта тренировка вы можете сделать маленький взнос в пользу и развитие моего канала через этот QR-код который только что появился на экране мне будет очень очень приятно также сделала QR-код для жителей из-за границы потому что были такие запросы я бы конечно поддержала ваш канал но я нахожусь во франции или что-то такое я сделала для вас QR-код также ссылка располагается в описании переходите и поддерживайте эту душеньку спортивную шучу так не шучу а че это я шучу не шучу потому что каждая монетка заработанная через YouTube зарабатывается потом в самом буквальном смысле этого слова и так девчатки 15-секундная готовность я запустила таймер первое у нас фронтальное приседание я думаю уже все отдохнули немного приготовились располагаем гантели на плечи и начинаем работать все то же самое никаких сюрпризов не должно быть тем более вы уже познакомились со всей тренировкой все упражнения классические просто мы их исполняем в новом для нас варианте то есть со сбрасыванием веса так мы работаем целую минуту над одним упражнением хорошо последний раз сбросили вес и продолжили работать с одной гантелью лопатки по-прежнему у нас едины таз входит назад колени вперед стараемся сгибаться во всех суставах голеностоп колено и козабедренные равномерно хорошо молодцы готовимся мы настраиваемся морально на тягу гантели из планки самый сложный здесь первый отрезок на втором мы кайфуем да хорошо все все готовы все настроены морально и самое главное морально настроиться физически поехали таз здесь не подкручен большого прогиба в пояснице не должно быть умничка отложили все вместе дружно гантели и тянем просто пустую руку к поясу румынская тяга у нас дальше настраиваемся умница давай 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 милая давай есть заканчиваем с этим кругом и поднимаемся на тягу кругом упражнение так-то какой тут круг кому нужен глоток воды попейте пожалуйста нужно пить во время тренировки маленькими глоточками но нужно румынская тяга две контели пока пока две ноги ничего мы назад не ставим постановка ног здесь на ширине таза я вам напомню и носочки не отвернуты не развернуты стороны остаемся здесь сбрасывать одну контель и поднимаем все уже с одной много ноги в коленном составе мы не сгибаем потому что это снимает нагрузку задней поверхности бедра хорошо раз назад умничка и еще один раз молодец следующее упражнение у нас жим гантелей на плечи кайфовая да тренировка я прям не нравится хоть написано три звезды но ты помнишь что силовой тренировки чем больше вес ты возьмешь тем ты больше будешь охреневать шучу я не должна так говорить я воспитанная девочка чем больше вес ты возьмешь на тренировке тем сложнее тебе будет ее выполнять поэтому нету смысла писать под этой тренировкой одну звезду если у тебя гантели по 20 килограмм верно и наоборот если у тебя гантели по одному килограмму и там стоит 5 звезд ну камон кого мы обманываем а так среднячок вы подбираете сложность самостоятельно в зависимости от веса вашего отягощения кайф да я сняла все тренировки из марафона и прям ощутила какая стала сильная и выносливая я настраивалась что не смогу сделать этот жим двумя руками я думала что буду подсаживаться потому что скажу честно в тренажерном зале я не выполняю жим на плечи с 8 килограмм клянусь 6 это мой максимум а тут я прям удивилась классно я молодец все пошло на пользу и куда нужно развивается не только выносливость тела но и мышечная это значит что мы можем в следующий раз взять больший вес тут у меня рожки рожки знаете вот эти фиолетовые попробую в следующий раз тренировки выполнять с 10 килограммами или нет попробую блин знаете в чем прикол я отдаю машину в ремонт в машине все мое оборудование которое я снимаю штативы свет поэтому пока тренировки не будут выходить да я вся буду в марафоне мне нужно курировать людей вы не скучайте сильно ладно отдыхаем а это я к чему говорю а что пока тренировки не буду снимать и вес 10 килограмм брать не буду делаем глупок воды ложимся и делаем жим гантелей на грудь хорошо что у меня внизу жортики у меня влогов на канале нет зато из тренировки вы можете узнать все что происходит у меня в жизни например у меня 3 месяца назад где-то или 4 я попала в ДТП мне прочесали я потерпевшая сторона мне прочесали всю боковину представляете 4 точки нужно ремонтировать это займет нормально по времени поэтому неприятно я не решила не отдавать машину в зиму потому что мне холодно ходить даже в крысинаре с этой высокой влажностью мало удовольствия ничего страшного починим все будет хорошо я так настраиваюсь еще еще отлично встаем клоток воды если вам нужен делаем наклоны на одной ноге правой спереди в начале а левая назад лопатки прямые делаем наклон через тазобедренный сустав голова продолжение тела колена очень мало сгибается нога располагается на кончик носа и два бедра на одной линии должны быть вот здесь даже в согнутом положении поэтому от этого зависит насколько будет по отдаленности ваш носок сбрасываем одну гантель и продолжаем работать со сброшенным весом о май гад чувствуете заднюю поверхность бедра о да оно сейчас все эту сейчас все то же самое мы сделаем на левую ногу уравновесим нагрузку так скажем и будем выполнять тягу гантелей на спину поехали я напоминаю чем меньше вы будете опираться на кончик носа сзади стоящей ноги тем больше у вас будет грузиться нагружаться активироваться задняя поверхность бедра опорной ноги и самое главное ягодица потому что задача есть не только наклониться но еще сохранить равновесие вот этой ноги сбрасываем вес продолжаем работать о май гад класс давайте давайте девчата дальше мы делаем упражнение на бицепс набиться если есть здесь мужчины мы берем две гантели и сгибаем руки одновременно я напомню чтобы никто из вас не сочковал так возьму сразу гантели чтобы лишний раз не наклоняться потому что после этих наклонов наклоняться лишний раз не хочется так я вам скажу напрягаем пресс поочередно сгибаем руки на бицепс давайте здесь не замедливаться чуть-чуть ускоримся наоборот и так мы поднимаем по одной гантели еще есть сбрасываем старят берем одну гантель в две руки и продолжаем добивать ручки уже наверное загорелись да у вас там сейчас мы будем выполнять сумо хорошо я напоминаю вам расположиться расположить стопы шире плеч прям значительно и отвести носочки в стороны берем сначала две гантели я вот так вот располагаю крест накрест вы можете располагать их по отдельности кому как удобно значений здесь нет главное не разводить лопаточки и уводить колени по направлению носка носка вот что здесь важно таз назад таз назад таз назад сбросим вес через два повторения чувствую по часам которые мне гибрируют и дальше с одной гантелью не сложно честное слово напиши мне потом в комментариях обязательно как пошла твоя тренировка и самое главное вес которым ты работаешь сегодня дальше мы делаем тягу гантелей на спину хорошо хорошо подвигаю коврик беру две гантели наклоняю корпус вперед делаю прогиб поясница слегка сгибаю ноги в коленном суставе и начинаю выдох наверху корпус никто не поднимает лопатки все приводят дружненько еще один раз и сбрасываем одну гантелю держим одну гантелю за два плена вот так вот и продолжаем работать уже со сброшенным весом следующее и заключительное упражнение в этой тренировке это разгибание рук на трицепс есть отдыхаем отлично так берем снаряд не будем откладывать это мероприятие делаем наклон корпуса и по одной руке разгибаем руки в локтевых суставах еще 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 давайте чуть-чуть чуть-чуть и быстро готовимся расположиться на коврик либо на колени либо вы можете продолжить делать это движение прямо стоя но обязательно напрягать при этом пресс вот так можете делать где-то разница главное чтобы локоть у вас разгибался вот что самое главное здесь так безопаснее всего потому что мне так сложно выкрутить таз надо прям постараться а вот когда мы на коленях корпус ищет как себя уравновесить вот в чем дело поэтому так происходит есть мы закончили выполнять эту тренировку кому нужен глоток воды попейте и сделаем с вами небольшую растяжку после тренировки мы качали трицепс поэтому сразу же руку закидываем назад локоть устремляем вниз тянется вот здесь все эту же руку мы уводим вперед тянем ее к себе плечо у нас опущено вот такого не должно быть другую руку закидываем за голову за локоть тянем эту же руку вниз дышим восстанавливаем дыхание тренировка получилась достаточно интенсивной даже несмотря на то что она со сброшенным весом мы садимся теперь на ягодицы выпрямляем ноги перед собой и одну ножку мы сгибаем в коленном суставе подбираем эту стопу как можно ближе к себе и обхватываем за колено притягивая бедро ближе к корпусу корпус при этом выпрямлен за макушкой мы тянемся наверх как будто нас сейчас вот-вот зацепят за какой-то крючок там на потолке меняем ногу стоим пять четыре три два один хорошо мы встаем мы сцепляем теперь руки в замок уводим этот замок вверх наклоняем корпус а замочек пытается дальше вырасти то есть здесь мы растягиваем грудные мышцы с вами и чем выше будет ваш замок тем грудные будут больше растягиваться подтягиваем одно колено к себе растягиваем здесь ягодичную мышцу и второе мы это упражнение любим выполнять лежа на растяжке но сегодня не тот день хорошо на этом я с тобой прощаюсь мне будет очень приятно увидеть твой лайк под этой тренировкой и комментарий с указанным весом который ты работала сегодня с вами была ваша Синдерина один всем пока субтитры субтитры